Приветствую! Сегодня начнем серию роликов по восстановлению вот этого фрезера. Это советский клон станка Дуплекс 58. Называется УФС-01 или ТИП-677. Да-да, вы не ослышались, это не 675 или 676, которые у многих на слуху, а 677. Изготавливал его ленинградский секретный завод имени почтового ящика номер 333. Немножко истории. Его прародитель фирма Тиль базировалась в городке Рула в Германии и первоначально занималась производством часов. С начала прошлого века она начала изготовлять фрезерные станки для того, чтобы обеспечить свою фабрику нужным оборудованием. В 1914 году появился станок серии Дуплекс. Этот термин указывал на то, что шпиндель может быть расположен в любом положении от вертикального до горизонтального. В 1930-м вышел Тиль Тип 58, он же Дуплекс 58. Это был достаточно популярный станок и по некоторым данным было изготовлено около 30 тысяч станков. Он выглядел по сути так же, как и данный станок. После окончания Второй мировой войны земли Тюрингии и городок Рула отошли к ГДР и на заводе возобновили производство. А сам завод был переименован в УМФ Рула. Также станок можно было встретить под другими названиями. В тех или иных модификациях в Германии станок выпускался до середины 60-х годов. Понятно, что в СССР поставки станков были частью репараций, а сделать клон и назвать его на свой лад это было в порядке вещей. Клон под названием УФС-01 или универсально-фрезерный станок модели 1, он же Тип 677, был крайне редким экземпляром. Выпускался он небольшими партиями в конце 50-х и до середины 60-х годов. Чаще можно было встретить оригинальные немецкие станки, когда военного, так и после военного времени, а не этот клон. Что я могу рассказать конкретно об этом экземпляре? Взял я его года два назад, пока еще у меня был НГФ. Просто пролистывал сайт объявлений OLX и увидел крайне невзрастные размытые фото грязного станка без вертикальной головы. Но привлекла цена. На тот момент в пересчете он стоил 370 долларов, а также его расположение. Он находился в черте города. Созвонился, приехал. Беглый осмотр показал относительную комплектность и не сильную задроченность, но напрягало отсутствие вертикальной головы. А станок-то дуплекс достаточно редкий, не говоря о том, что это клон. И несколько лопнутых чугунных деталей. Также не было серьги, была порвана цепь и развалился подшипник горизонтального шпинделя. Еще не хватало цанг. В оригинале станок рассчитан на использование специфических цанг. Причем цанги вертикального и горизонтального шпинделя имеют отличия. Цанги оригинального дуплекса и клона тоже невзаимозаменяемые. Но это меня не отпугнуло. В общем, не увидел ничего критически стрёмного. Взвесився за и против, решил все же взять. А фактор цены сыграл решающую роль. Забрал на манипуляторе, заплатив 30 долларов. На момент покупки на станке были частично разобраны навесные механизмы. Поэтому к станку прилагалось 3 тазика запчастей. А собрать их до кучи был тот еще пазл. Сейчас я, наверное, вставлю видео, которое я снял после покупки станка, чтобы вы поняли, что к чему. Такс, постараюсь показать по поводу косяков. И рассказать о них. Так, там просили по поводу стола показать. Здесь вот, сейчас, вот здесь вот присутствует зубчатый сектор. Сейчас постараюсь показать. Видно там, не видно. Я не вижу, что на экране. Так вот, с помощью него и с помощью шестерни стол при ослабленных гайках поворачивается, по-моему, плюс-минус 30 градусов, что ли. Крыльчатка лопнута здесь. Вот такие вот на рынке можно найти. То есть, нормально, не зажимается по-нормальному. Вот этот вот узел в порядке. Это вот, вот сюда одевается. Такс, шучу по этому тазику. Подшипники, вот этот упорный подшипник, судя по всему, ну вот это вот место на горизонтальный шпиндиль. Я так подозреваю, его начали разбирать из-за этого. Я его взял вот в таком вот частично разобранном состоянии. Следующий тазик. Такс. Цепь. Цепь, судя по всему, подходит с Нивы, что ли. С ГРМ. Такс. Вот этот вот кронштейн. И он тут лопнут. Возможно, удастся сюда пластину поставить. И каким-то образом закрепить. Но варить, на мой взгляд, не вариант. Вот. Так. Что у нас тут еще имеется? Имеются карданчики привода автоподач. У них и люфт такой характерный уже имеется. Ну, можно, в принципе, и так эксплуатировать. Либо на крайняк использовать карданчики для автомобильных ключей с квадратом 1,2 дюйма. Тут люфт поменьше. Так. Это червячная шестерня не изношена. Червяки, которые тут лежат, они тоже не изношены. Ручка. Ручка вот эта вот. Оттуда. С коробки скоростей. И она уже вареная и лопнутая второй раз. Ну, на мой взгляд, можно выточить его стакан и приварить между ними планку и делов-то. Можно попытаться отлить. Так. Еще один карданчик. Тут люфт не такой критичный. Больше тут полномодуху. Луфт нету. Вот это вот. Сейчас от ручки. По памяти в коробке скоростей. Там один конический штифт заменен гвоздем. И этот гвоздь процрапал трубку подачи масла. Ну, гвоздь меняется на штифт, а трубку надо будет запаять. Больше там ничего такого нету. Так. Ну, сфокусируйся. Вот там червячная шестерня. Она в порядке. Коробка автоподачи вскрывалась и сматривалась. Там тоже ничего такого нету страшного. Тут наварен болт для удобства переключения. На мой взгляд его надо срезать. И вообще тут, вот тут вот некрасиво наварено. Тут должна быть одна ручка. Это тоже я бы срезал. Карданчик еще один. Тоже имеется люфт. Вот это слабое место на дуплексах. Вот эти карданчики. Но при желании их все можно поменять. Одна из табличек гласит, что это тип 677. Вторую табличку я сейчас в тазике нашел. Видно, нет. Короче, тут написано ОФС-01. Насос СОЖ. Привод от основного мотора. К слову, тут все абсолютно приводится от одного мотора на полтора киловатт. Так. Вот та кочерга. Это запорник охлаждающей жидкости с основания станка. С полости из основания станка. Оно прикручивается, по-моему, вот сюда. А здесь штуцер и на шланге. Я его не перебирал, еще не смотрел. Так. Отсутствует одна защита вот на это окошко. Это можно из листового металла сделать. Защитный кожух наперед. Он присутствует. Защитный кожух на мотор также присутствует. Присутствует здесь вот скол. Тут тоже, судя по всему, откололи на стол. И вот здесь вот. Опять же, это все не критичные места. Здесь клину есть за что держаться. Все клинья присутствуют. С этой стороны крепится коробка автоподач. Это старт, стоп, реверс. Вот там пускатели в коробе. Я проверял, мотор запускается. На моторе неплохо поменять подшипники, но в принципе не так работает. И вот здесь вот, извиняйте, у меня темно. Или на ней. Вот это червячное колесо, оно немножко изношено. Но работать, на мой взгляд, будет. Узел натяжки цепи. Ролик. Видно, что вот тут вот он варился. Это нам на многих дуплексах так. Недоработки. Причем как и на оригинальных немецких, так и на советских копиях. Что касается НГФ, то я долго продавал его в сборе. А по итогу он ушел по частям за месяц. После продажи НГФ заниматься восстановлением этого станка у меня не хватало времени. Потом я купил дачу, потом пятое-десятое, а станок так и продолжал стоять. По известным причинам я сейчас бездельничаю. И не факт, что этот станок мне вообще пригодится. Но тем не менее, я решил его доделать минимальными вложениями. Продолжим рассказ. Прошло полгода после покупки этого станка. Опять листаю LX. Нахожу объявление о продаже вертикальной головки. По внешнему виду она от дуплекса, а может быть даже и от клона. Краска уж больно была похожа на краску клона. Состояние непонятное. Невнятные фото, сделанные, судя по всему, на дешевый китайский кнопочный телефон. В объявлении было указано, что шпинтель перешлифован на конус морза 4. В целом решил рискнуть. Немного поторговавшись взял за 180 долларов. Оказалось, она вполне себе в нормальном состоянии, но с загустевшей смазкой. Головка, в принципе, особых проблем. Какого-то криминала я тут не увидел. Все вращается. Имеется износ вот здесь вот на шлицах. Есть проблема, чтобы головку соединить с хоботом. Так как я станок покупал отдельно. И головку отдельно. Тут была приспособлена какая-то оправка. Не поймите для чего. Вот это вот посадочное место не совпадает с выступом вот тут. Но я так смотрю, то ли тут бронзовая втулка из двух частей состоит, непонятно. Надо смотреть, выпрессовывать и смотреть вал там из двух частей состоит, не из двух частей. Возможно, заново придется изготавливать вал. Итого, заготовки для сборки станка у меня вышли 550 долларов, не считая перевозки. На мой взгляд, довольно неплохая цена за возможность обрабатывать детали с увеличенными по сравнению с НГФ ходами. Да и массивность станка играет не последнюю роль. По паспорту он весит тонну. Что было проделано со станком на текущий момент? Начал я с процесса женить бы вертикальной головки и хобота. Но, как вы видите, на вертикальной головке на выходе вал. И на хоботе тоже на выходе на колхожен вал под неизвестную оснастку. Поэтому пришлось женить папу с папой. И кому-то менять пол. Разборка хобота и вертикальной головки, это было очевидным шагом. Снять хобот в одиночку достаточно проблематично, но, возможно, весит он около 70 кг. Чтобы извлечь вал хобота, я использовал весь словарный запас матюков. Разбирал его и обратным молотком, и ударами по валу. Но из-за того, что был люфт подшипников в узле, вал сильно пружинил и не хотел выходить. А пресса таких размеров у меня нет. Примерка вертикальной головки показала, что как будто она там и была. Стало четко. Далее последовало обрезание наколхоженного пиптика и изготовление из него втулки для шпоночного соединения с валом вертикальной фрезерной головки. Подшипниковый узел хобота изначально представлял из себя стакан с запрессованной крышкой. Но при любой попытке демонтажа эта крышка начинала люфтить, усложняя демонтаж. Поэтому я решил переделать крышку под резьбу. Далее я зачистил до металла хобот и загладил неровности лепестковым кругом, дабы минимизировать последующий расход шпаклевки. Изначально на него было наложено в ведро шпаклевки в 10 слоев и вся она потрескалась да послазила. Направляющие на хоботе оказались вполне себе нормальные. Несколько косок, но в целом беспроблемные. А вот фланец кто-то изрядно охерачил кувалдой, похерев привалочную плоскость. Его я подшабрил как смог, по плите 400х400, обеспечив более-менее нормальное пятно контакта. Но края все равно остались завалены. В принципе на работу повлиять не должно, но неприятный осадочек остался. Вертикальную головку нужно было разбирать по ряду причин. Во-первых, для дефектовки. Во-вторых, для того, чтобы вымыть смазку, которая местами стала за годы хранения твердой субстанции, как конфета золотой ключик. В-третьих, нужно было поправить фрезу из шпанпа соединительного вала. Изначально при покупке я положил на стол линейку, и он мне показался достаточно ровным. Однако впоследствии, после отмывки, повылезали дефекты. По краям, как всегда, ровняли гвозди, а по центру был заварен пропил. Заварили его вполне нормально. И шлифанули. Но есть нюанс. Во-первых, его не дошлифовали на 1-2 сотки, и сам металл в зоне сварки подкалился. Так что шабер об него тупится в два счёта. По итогу, имеем небольшую зону подъёмного в районе шва. Перешлифовывать стол целиком достаточно накладно. Поэтому, как вариант, я рассматриваю возможность крепежа поверх стола плиты ОСП-12. Тем более, что стол под 14-й паз. А у меня большинство оснастки рассчитано на 12 мм. Плиту можно закрепить с подкладками, а в продольной ОСП-12 можно наклонять на 30 градусов в обе стороны. Поэтому скорректировать уклон не составит труда. Состояние вертикальной поверхности девственно и почти без изъянов. На некоторых узлах были видны следы бухового грузчика и бухового сварщика. Не исключено, что это одно и то же лицо. Ну, во-первых, ряд чугуневых ручек и переключателей были поломаны. Судя по всему, при транспортировке. Хотя не исключено, что кто-то въезжал нахрапом на автоподаче. Потом эти детали были криво заварены. А потом снова лопнуты. Как, например, эта ручка на коробке скоростей. Ещё раз заваривать мне показалось не совсем верным решением, так как шов проходит через отверстия для штифта и вся нагрузка на него. Поэтому из старого шкворня я выточил заготовки для ручки. К ним собираюсь приварить полоску металла, соединив в одно целое. К некоторым элементам управления были приварены чужеродные железки. Например, на диск выбора коробки подач была наварена длинная шпилька. В принципе, тут понять можно. Легче переключать. На штурвал продольной подачи был криво наварен пиптик. Мне его наличие показалось неудобным. Я его срезал болгаркой и аккуратно попытался обточить на токарном. Коробка шпинтельных скоростей находится над мотором. И масло то ли с нее, то ли с верхних узлов падало на мотор и пропитало его чугунный корпус настолько, что простым растворителем не вымыть. Именно поэтому остатки старой краски удалились с него очень легко. Потому что кто-то красил поверх масляной пленки. Поэтому было решено от пескоструить мотор целиком. Затем я покрыл его двухкомпонентной грунтовкой. Ибо от пескоструенный чугун очень легко ржавеет. Финальная краска еще не выбрана. Мотор тут на 1,8 кВт. Тихоходный на 900 оборотов в минуту. Харьковского производства. Довольно тяжелый. 45 кг весит. Сбоку был электрошкаф с пусковыми реле на 380 вольт. Я его продал, ибо планирую работать от частотника. Ох и намучился я с вымыванием старой смазки из вертикальной головки. В трудодоступных местах она превратилась в карамель. Это особенно было заметно на подшипниках. Недельное размачивание их в бензине с растворителем. Это ни к чему не привело. Очиститель карбюратора не помог. Только механическое очищение щеточками и скотч брайтом. На этом на сегодня все. Будем надеяться, что у меня появится еще материал для продолжения. Всем пока!